Два дополнительных офиса Федеральной миграционной службы недавно открылись в московском районе столицы и Новочебоксарске. Теперь получить заграничный паспорт стало гораздо проще. Наша съемочная группа выяснила, как и где это можно сделать. Коридора отдела оформления загранпаспорта в Федеральной миграционной службе сейчас пустует. Большой наплыв, говорят сотрудники службы в сезон отпусков. Конечно, есть и те, кто зимние каникулы предпочитает проводить за границей. За пределы России люди выезжают как с паспортами старого типа, так и новыми, биометрическими. Все подробности об оформлении документа можно узнать на сайте Управления Федеральной миграционной службы по Чувашии. Здесь есть полное расписание работы отделов, образцы анкет и заявлений. Помимо оформления паспорта здесь, в службе, есть и другие способы его получения. Многие стараются ценить свое время и не хотят стоять в очередях. Такие заявки могут оформить самостоятельно через интернет. Исчерпывающая информация о перечне документов, которые нужны для оформления заграничного паспорта, размещена на едином портале государственных муниципальных услуг. К слову, с помощью сайта можно подать заявление в электронном виде, и в этом есть ряд преимуществ. По каждому нашему действию гражданину в личный кабинет приходит сообщение, что заявление принято, заявление для фотографирования подойти в такое-то время с такими-то документами, или подойти для получения паспорта, что дело закрыто. То есть по каждому шагу он получает в личном кабинете сообщение, и он знает о ходе рассмотрения своего заявления. Граждане, подавшие документы в электронном виде через единый портал предоставления государственных и муниципальных услуг, обслуживаются вне очереди. Данные заявления рассматриваются в приоритетном порядке. Иван Федоров в миграционной службе во второй раз. Доволен тем, что пришел менять загранпаспорт вовремя, пока нет ажиотажа. Уверен, что если все приучатся пользоваться госуслугами через интернет, многие вещи будут людям доступнее. Все оформляются, анкеты заявления оформляются на специальном сайте. Я заполнился на компьютере, зашел на этот сайт, сам заполнил личное заявление. Там есть образец, как его заполнять. И это время ушло буквально, можно все за сутки, в принципе, сделать. То есть заполнить заявление, собрать необходимые копии, ксерокопии, дипломов, оригинал документов. Те, кто не доверяет эти технологии, могут подать документы в многофункциональном центре. Правда, пока это касается только паспорта старого образца. Специалисты Федеральной миграционной службы примут справки, а через месяц нужно прийти и забрать готовый документ. Данифа Тагирова, Олеся Русакова, Николай Яковлев, Республика.